Тяжелые потери. Рекомендуется отступить. Добровольческие силы помогли искоренить. Мы заботимся о безопасности наших. Ради счастливого будущего. В мире открылись еще 4G-клиники. Тысячи беженцев продолжают пребывать в городские центры. Мы приветствуем наших новых сограждан и благодарим новую администрацию за проявленное сочувствие. В результате атаки повстанцев на G-клинику в Париже... Для вашей безопасности, пожалуйста, выполняйте все указания представителей администрации. Все посетители клиники должны пройти полную проверку органами безопасности. Для обеспечения безопасности G-клиники и для вашей безопасности, пожалуйста, выполняйте все указания представителей администрации. Все посетители G-клиники должны пройти полную проверку органами безопасности. Будущее начинается с вас. Г-клиник Захвачки трансляторы по всем СМИ радости жизни под управлением Коалиции Адвент. Адвенты или солдаты пришествия не являются людьми по рождению, но не искусственно созданы и очень похожи на людей. А в вышке трансляторы полагают держать толпу под контролем и координаровать Адвентов. Руководящая должность занимает внедрённые агенты пришельцев максимально похожи на людей. Пятна на шее руководящих агентов очень похожи на пятна знакомых нам дохлепов. За трансляциями наблюдает бессменный командующий сопротивление Брэдфорд. Постаревший и получивший боевые ранения. Про доктора Вален и доктора Шенен ничего пока не известно. Сопротивление готовит операцию диверсии. Необходимо уничтожить сигнал ретранслятора. Брэдфорд напоминает отряд о приоритете уничтожения ушки ретранслятора и отряд, состоящий из рейнджера, специалиста, пехотинца и скаута переходит в скрытый режим. Скрытый режим не всегда доступен в миссиях, но сейчас он позволит подобраться к врагу очень близко. Активация скрытого режима визуально отображается иконкой сверху экрана. Камера фиксируется на архитектурном памятнике, это и есть цель диверсии, ретранслятор. Теперь отряду необходимо переместиться на максимально близкое расстояние к цели. Дорогу им преграждает патруль из адвентов, задача бойцов в сопротивлении не попасть в поле зрения, отмеченная красными клетками. Перемещение нам показывает юниты пехоты, это тяжеляк. Пока особенность этого класса неизвестна. Солдат замечает стенд розыска повстанцев, на котором отображается его лицо. Отряд адвентов под руководством капитана пришествия, тем временем, сдерживает толпу демонстратов. Не привлекая его внимания, отряд продвигается ближе к цели. Подойдя на позиции для атаки, все бойцы отряда становятся в боеготовность. Рейнджер занимает атакующую позицию в последнем, производит прицельный выстрел по патрульному. Мы видим оранжевые ошметки в плоти адвента, это не человек. Теперь отряд раскрыт, и в активной фазе бойцы сопротивления ведут огонь к боевой готовности. С флангов адвентов начинаются беспорядки толпы, но патруль прибегает к силовым мерам. Воспользовавшись моментом, скаут перемещается на расстояние рывка к транслятору. Остатки адвентов двигаются в направлении отряда, укрываясь за своим транспортом. Завязывается перестрелка, в которой рейнджер получает ранение. Из машиннаблюдения адвентов появляется вайпер, решили это змея. Резко переместившись по полю бою, она вытягивает пехотинца из укрытия и применяет смертельное удушение. В ответ на это, рейнджер переходит в режим ближнего боя, что при грамотной прокачке дает ему возможность за ход поразить несколько пришельцев. Он совершает спецудар, вайпер поверженном, и специалистом мучится прикрыть товарища. Скаут применяет гранату, поражая ей еще трех адвентов. В бой включается машиннаблюдение, оснащенная турелью, и, видимо, перемещение скаута было замечено. Производится несколько выстрелов, но скаут благополучно добирается до цели и устанавливает заряд Х4. После этого переходит на безопасную позицию. Но тут на тревожный вызов прибывает десант адвентов. Высадившись, десантники открывают огонь по скауту. И выстрелы с фанга поражают цель. Итак, у отряда уже две потери. Но эти потери были не напрасны, так как заряд детонирует, и ретранслятор разваливается на куски. Тем временем, специалист подбирается к машиннаблюдению и производит взлом турели с помощью своего дрона. Только он на это способен. Это класс поддержки. Выбирается режим полного захвата объекта, и турель под контролем сделает два точных выстрела по адвентам. Противники поражены происходящим. А тем временем, рейнджер, пользуясь моментом, подходит ближе к десанту и делает завершающий выстрел по последнему адвенту. Казалось бы, сектор зачищен, но здесь появляются тяжелые подкрепления в лице берсерка и роботизированных адвентов. Роботы поражают турель, после этого сносят укрытие рейнджера. Не видя перед собой преград, берсерк совершает таранное действие, просто размазав рейнджера по машине поддержки. Рейнджер при смерти. Но он пока еще не умер. Теперь дело за специалистом. Как юнит поддержки и баффер, он может запросить эвакуацию и вынести раненых с поля боя. Так запрос выполнен, и корабль уже на подлете. А остатки отряда устремляются к месту эвакуации. Теперь лишь секунда отделяет их от неминуемой гибели. Но еще есть надежды. Добро пожаловать домой, командир. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ